И пришло время рассказать, поделиться впечатлениями о главном гаджете Geek Tripa 2014, об автомобиле Ford Kuga. Мы были на нем в горах Австрии, мы крутились по тесным серпантинам в Монако, мы ехали по длинным трассам в разную погоду, и зимой, и летом, и в тепле, и в холоде, и в снег, и в метель. И автомобиль проявил себя, в общем-то, прекрасно, и сейчас мы расскажем о том, что в нем есть хорошего и плохого. Нам, к сожалению, не повезло с погодой, но зато нам повезло с автомобилем. Если у вас руки заняты, а на дороге грязь, так что ставить сумки на нее не хочется, и вам нужно открыть багажник, то на Ford Kuga это можно сделать просто махнув ногой. Вот так. И теперь можно положить вещи и ехать дальше. Закрывается он кнопочкой вот здесь сверху. Либо можно закрыть тоже ногой. Вот таким вот движением. Вуаля. Ford Kuga достался нам в максимальной стоковой комплектации. Здесь есть все, что только может быть в этом автомобиле. Все опции, включая очень красивую, интересную панорамную крышу, включая всевозможные датчики, парктроник и так далее, камера заднего вида. Все это есть в нашем автомобиле. Объем двигателя здесь 1,6 литра. Бензиновый, турбированный, в общем, довольно неплохой. Но в идеале, конечно, хотелось бы помощнее. Например, 2-х литровый был бы в самый раз для такой машины. Но, в общем, мы отъездили 9 тысяч километров, никаких особых проблем с ней не испытывали. Машина была полностью загружена, в ней ехало 3 человека, плюс всякие чемоданы, сумки, камеры, штативы, ноутбуки, вот это все. И никаких проблем не было. Единственное, что когда был очень крутой подъем в горку, приходилось выжимать газ в пол, и тогда она ехала нормально. Но сейчас мы сосредоточимся на электронной начинке автомобиля и расскажем о том, что здесь стоит и зачем это нужно. Система SYNC — это сердце электронной начинки автомобиля. Через нее управляется практически все, начиная от климат-контроля и радио. И на экран SYNC выводится картинка с камеры заднего вида, туда же выводится навигация, там же отображается информация о радиостанциях, там же можно посмотреть список контактов с вашего телефона. В общем, практически все. Все основные механические, так скажем, органы управления SYNC находятся вот здесь, на центральной консоли. Здесь все абсолютно механическими кнопками, скроллерами, это все нажимается. Но есть часть функций, продублированных на руле. В частности, можно отрегулировать громкость, можно переключать треки, можно отвечать на звонок, либо отдавать отбой. А можно активизировать систему голосового управления. Нам нужно зажать вот эту кнопку, после чего сказать команду. Мы можем нажать на эту кнопку и сказать, например, iPod, и получить доступ к нашему плееру через меню SYNC. SYNC. Назовите команду. iPod. Панорамная крыша, о которой я уже упомянул, управляется кнопками вот на этой верхней панели. Мы можем ее открыть. Сначала открывается шторка, она плавно отъезжает. Причем это происходит в две ступени, можно ее отодвинуть до конца. Таким образом делать всю крышу панорамной. Сейчас идет дождь, мы видим красивые капли. Это очень мило. Для того, чтобы открыть крышу, используется отдельная кнопка. Вот так она открыта на максимум, но поскольку там идет дождь, я предлагаю ее закрыть. Еще есть одна очень приятная фишка, которая не имеет, в общем-то, отношения ни к каким ходовым эксплуатационным качествам автомобиля, но это просто приятно и интересно. Есть дополнительная подсветка. Например, саддиоты расположены вот здесь, в ручке открывания двери. Здесь в нише для хранения всяких вещей. На пассажирском сидении снизу, соответственно, с другой стороны в ручках точно так же. Эта подсветка может менять свой цвет. Ее цвет настраивается вот здесь. Вот кнопочкой с изображением цветовой палидры. Нажимаем несколько раз, цвет переключается. Можно подобрать, не знаю, либо в тон подсветки приборной панели, либо просто под настроение, либо просто поиграться, если вы стоите в пробке, вам нечего делать, или если вы кого-то ждете. А вот этой ручке регулируется яркость подсветки. Ее нужно провернуть. Соответственно, яркость регулируется очень плавно. В числе датчиков, которыми оснащен этот автомобиль, есть очень удобные и полезные индикаторы слепой зоны. В каждом из боковых зеркал расположена маленькая круглая лампочка, светодиод, которая включается, если в слепой зоне у вас кто-то находится. Если вы не видите автомобиль в боковое зеркало и не видите его в зеркало заднего вида, то индикатор позволит вам не ошибиться и, в общем-то, не совершить маневру, не перестроиться в кого-нибудь. Но есть одна особенность. Например, этот индикатор не всегда говорит о том, что в слепой зоне находится автомобиль. Если ехать рядом с отбойником, то лампочка тоже будет гореть. Но, в общем, эти вспомогательные функции не избавляют вас от необходимости думать и ездить осторожно. На протяжении всей поездки у нас было только два водителя. Это я и Сережа Кузнецов. Сережа тоже хочет поделиться кое-какими впечатлениями. Поэтому сейчас мы с ним поменяемся местами и водителем будет он. Ключ автомобиля тоже электронный, но не переживайте. Даже если он разрядится, вы всегда сможете завести машину. Достаточно будет вот так вот приложить и нажать кнопку завода. За рулем на панели, помимо приборов, находится информационное табло, на котором можно видеть температуру за бортом, видеть текущий пробег, видеть средний расход и вашу текущую скорость. Вот так вот можно переключать. А можно открыть единое табло, на котором будет видна вся информация сразу. Кроме того, здесь можно видеть, как включено освещение автомобиля. Например, включаем полный режим и у нас видно, что горят передние фары и задние фонари. Можем включить противотуманные огни и это также будет отображено на экране. Также в машине есть GPS-датчик и можно видеть, в какую сторону вы едете. Например, сейчас мы двигаемся на юго-восток. А также здесь видно, какой режим мы включили. Паркинг, задняя, нейтраль, драйв или спорт режим. А сейчас мы протестируем функцию автоматической параллельной парковки. Умелым водителям она не нужна, но если вы новичок, то вам наверняка пригодится. Включаем на автомобиле автопаркинг. На экране у нас загорается поиск свободного места. Едем на низкой скорости и машина сама определит, когда и куда ей нужно встать. Едем, едем, едем. Свободное место найдено. Включаем задний ход, отпускаем руль и лишь немного контролируем машину нажатием на тормоз. Руки свободны, происходит магия. Все, ассистент парковки закончен. Ставим машину в паркинг. Все готово, мы припарковались. Вот такая волшебная функция. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова